Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на рамене Его, И нарекуть Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, умножению владычества Его, И мира нет предела на престоле Давида. Вот таким радостным приветствием, торжественным приветствием, евангельским приветствием, библейским я приветствую вас. Сын дан нам, младенец родился, а сын дан. Владычество на раменах Его, Настолько это великое имя, В этом имени, в одном имени, Как много заключено, Как много содержано, Как много находится в этом великом имени. Поэтому я предоставляю своего друга, Брата Володю Кебеца. Брат Володя, приветствую вас. Приветствую. Приветствую вас. Велком бэк, велком бэк. Очень приятно. Долгое время мы уже не встречались одновременно. Хотя наши зрители с нами встречались буквально на этой неделе. Вы и я были в повторе. В повторе были в эфире, да. Я также вас поздравляю. Спасибо. И вашу семью, и вашу семью. Спасибо, спасибо. Спасибо взаимно. И один, много наших разумных людей, они говорят, двойне. Двойне. Так что пусть Господь пошлет и всем нам двойне. Двойне. Благословение чудесное. Поздравляю все, весь коллектив с этим благословенным праздником. Я хотел бы заострить такое особое внимание, где написано, друзья, возвещается не какая-то радость, а великая радость. И при том всем людям. Поэтому кто в переживании, кто в каких-то состояниях сложных, не плачьте. Дело в том, что слезы и плач во время горя не дадут эффекта. А когда мы будем утешаться, что есть Господь, который участвует в наших скорбях, переживаниях и сложностях, это вдохновит нас на нечто приятное, на будущее. И я говорю однажды, если мы даже будем скорбеть так о утерях, у кого-то муж погиб, у кого-то ребенок погиб, если мы будем переживать, это не даст нам радости жизни и эффекта на будущее. Мы уничтожаем свое здоровье. Поэтому, говоря о великой радости, о божественном благословении в эти дни, мы просим вас, друзья, приобщитесь ближе к Господу. Дух Святой это утешит и поможет нам в нашей речи. И, кстати, Писание разрешает поскорбевши немного. Поскорбевши немного. Немного. Если, да. Да, да, да. Если, возможно, от различных искушений. Поэтому немного допускается. Немного. Мы понимаем, что незнающие Господа и те, которые даже из числа наших зрителей не приняли Рождество в свое сердце, не по календарю, а не приняли по духу, по жизни таковой являющейся. И принимают скорбь по жизни. Вот, они принимают скорбь. Они находятся, они теряют голову в скорби, теряют рассудок в скорби. Да. Но Писание разрешает нам поскорбевши немного, понимая, что даже Христос скорбел. Вот, вы тронули эту тему. Действительно, может, в уходящем году кто-то потерял близкого, родного человека. Но Господь утешение наше. Утешение. Господь утешение наше. Это та надежда, которая окрыляет нас. С надеждой и с уверенностью, и с гарантией смотреть в будущее. В Новый год смотреть, потому что мы не сироты и мы не вдовы. У нас есть Господь. И это очень важно понимать. И он отец. И он отец. Сирот. Совершенно. И вы знаете, брат Володя, кстати, это будет в тему. Я с осторожным оптимизмом, с осторожным оптимизмом, воспринял новость, которую сам лично услышал из устного избранного президента, который заявил во всеуслышание, во весь мир, я свидетель этому, что с настоящего времени в Америке может праздновать открыто Рождество. Аллилуйя. Прошел тот, говорит, прошло то время, когда запретили, запрещали, говорит, Рождество. Почему, говорит, мы христианская страна, не можем праздновать Рождество? И обратился к массе народа и говорит, Мэри Крисмас, говорит, вам. Какой умница. Аллилуйя. Потому что с уходящим годом уходит почти декада, не эпоха, но почти декада, там 8-9 лет. Уходит правление, как мы говорим, ну, нечестивого царя, к сожалению. И поэтому, когда мы молились в этом уходящем году и молились на этот Новый год, на Новый год, который неизвестно, что нам несет, но с надеждой, упованием смотрим в будущее. Потому что Господь отвечает на молитву, потому что церковь молится. И мы, по большому счету, молимся о том, чтобы дни благоденствия еще продлились на этой земле. Дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Так Писание говорит. Очень приятно и могущественно. Я хотел бы в унисон этого попросить еще весь коллектив и вообще весь Божий народ, даже каждого человека, кто способен помолиться, в свое время было такое выражение, что каждый взывал к своему Богу. К своему Богу. Я бы хотел попросить, чтобы вы продолжали молиться за умное управление не только президента, но написано прежде всего, прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков и за начальствующих. Поэтому, друзья, не расслабляемся, продолжаем взывать к Богу за этого умницу президента, который мог так огласить, приятно звучит. И за всех начальствующих, чтобы не только в нашей стране, в которой мы живем, а и во всех странах, и Белоруссии, и Молдовы, и Украины, и Россия, чтобы начальство взяло курс. И мое бы такое было желание, чтобы была Библия, уважаемая книгой планеты. И вы знаете, что настолько в рамках нашей благословенной страны, Америки, и в пределах ее, настолько мы блаженны, счастливы, имея привилегию праздновать Рождество в наших домах, в переполненных церквах. Смотрите, что делается на Ближнем Востоке. В период Рождества убиенные христиане, и очень много обезглавленных христиан, которых палят на костре, вот эти вот мусульмане, террористы вот эти. Вы представили, насколько мы... Какая-то дикость нечеловеческая. Да, да, да. Насколько копты, смотрите, преследуемы в Египте, насколько на Ближнем Востоке, в Ираке, настолько в Сирии. То есть там нет места для христианства. Почему? Потому что дьявол настолько этот сатана. Мы же понимаем, что бог мусульман – это сатана. Это не наш бог. У нас разные боги. И не заблуждайтесь, друзья мои, я это говорю в открытом прямом эфире. Ну, зло – это есть. А как же? А как же? Корин из тех зла – это он. Который, как написано, он пришел украсть, убить, убить. Да, да. И если их бог, и вместе с их Магомедом, этим пророком, которые говорят, убей иноверца, ты должен убить, и за это тебе великая награда будет в каком-то царстве. Мы же понимаем, что награда будет только в преисподней у него. Там, где больше эти бесы будут жарить на сковородке, образно выражаясь, это будет его великой наградой. За то, что он убивает людей, убивает христиан, мучает христиан. Настолько мы блаженны. И блаженны. Блаженны. И хранимы. И хранимы Богом. Это накладывает и на меня, и на вас, и на всех нас, накладывает великую ответственность распространять благую весть о рождении. Не младенца. Да, не младенца. Не просто ради... Мы бы хотели, как, знаете, улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, там, знаете, младенец, там, кто-другой. Он великий Бог. Владычество на раме не ему. Это чудный Бог. Это великий Бог. Это всемогущий Бог. Это крепкий Бог. То есть, это не беспомощный младенец. Отнюдь. Это великий Бог. Брат Володя, в тему. Причина. Какова причина Рождества? Я хотел бы еще чуть-чуть-чуть, можно бы, включиться. Брат Юрий, я, кстати говоря, вот о тех переживаниях, о которых ты отметил, мне хочется попросить, чтобы подняли молитву о защите народа Божьего. Удивительно, но однажды я молился, у меня выходит такое выражение, поражаюсь слепотой и всякого убийцу народа Божьего. Я это услышал как фактор ведения Божьего. Я услышал и думаю, как это может. И потом, действительно, есть те, которые ищут убийство народу Божьему. А когда мы станем в молитве, силен Бог, как и написано, кругом окружить для того, чтобы дать направление. Я бы хотел в эти торжественные дни, друзья, остановиться на некоторых целях. Во всяком случае, мы назовем не меньше трех целей, которые дало именно нам Рождество. И Рождество, как отметил брат Юрий, это не есть какого-то мальчика радостного там. Это есть рождение царя, царей и победителя во вселенной над смертью и адом. Это был тот, который имел направление неба. И я бы хотел остановиться вместе с нами. Брат Юрий, пожалуйста, не откажи мне любезность. Прочитаем Матвея, первая глава и двадцать первый стих только. Первая глава, двадцать первый. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилю, услышав же, что... Это это место, да? Нет, первая глава. О, я вторую. Я чувствую, что... Да, да, да. Родит же сына и наречет ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот я хотел бы обратить, это не то, что выражение, это цель человечества с приходом Иисуса Христа. Что он имел определенную цель прихода своего, чтобы избавить людей от грехов их. И здесь звучит так, чтобы людей своих, но, когда мы изучаем дальше Библию, написано, Бог хочет, чтобы... Все. Все. Да. Все люди спаслись. Так вот, приход Иисуса Христа имел определенную, конкретную цель – избавить людей от грехов их. Это самое основное. Это самая основная цель. А вот насчет избавления людей от грехов их, к этому нужно было совершить определенный путь и простить людей, очистить их от грехов их. Поэтому нужна была вот эта победа Иисуса Христа. Ну вот, смотрите, вы важную тему отметили. Спасет людей своих, не чужих, а своих. Да. И вы параллельно провели это место о том, что он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания. Вот как перейти из категории всех в категорию своих, все-таки, своих спасаемых. Я думаю, брат Юрий, что ты захватываешь такую глубинную мысль, что в этом есть процесс. Да. Чтобы быть своим, граждане своим, граждане и свои Богу. Вот этот процесс как раз и захватывает то, что должен сделать человек. То есть, приходящего он не изгоняет. Не Бог должен меня искать, а написано, чтобы искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли, а он... Близко. ...недалеко от каждого. Понимаете? Поэтому иногда говорят, если Бог есть, пусть мне явится. Это величие. Сейчас вы скажите, а если президент есть, пусть он явится, и что? Это же глупости в голове у человека, понимаете? Это величие. И к Богу надо приходить. Для того, чтобы приходить к Богу, нужно сделать разумные, правильные ступени и решение. Если человек не решит, что я оставлю то мрачное, пошлое, низкое, душевное, это плоское, то я ничего не сделаю. А когда я решил, я буду делать тогда движение. Поэтому каждому человеку нужно сделать шаг к Богу. Ну и вот важная мысль в этом же стихе. Он спасет людей, спасет. Вот это, наверное, самая огромная нужда, имеющаяся в человеке, это спасение. Не так ли это? Да. Спасение, и как мы уже отметили, к этому надо стремиться. Это надо искать. Не найдут ли, не ощутят ли. И тем более Библия, это книга, которая дает полный совет человеку, что нужно сделать. К примеру, написано, мы его творение. Созданы. И созданы. На что? Добрые дела. На добрые дела. Так если я негодяй, если у меня бранные слова, если я вник в греховные то ли фотографии, то ли это, вот, если где-то в гадании, если где-то я служил, как мы уже отмечали в самом начале нашего эфира, если я служил дьяволу и считал, что убить человека, это я уже буду иметь награду в небесах, о чем Библия не говорит, то написано, мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил, то есть дал направление. И написано дальше, никто из нас не живет для себя, но для Бога. Живем ли для Господа живем, умираем, а жить для Бога, это значит жить для ближних. И если я не могу любовью служить дома моим ближним и детям, значит, я не нахожусь в правильном состоянии. Поэтому избавить людей от грехов их, людей своих, это значит, нужно прийти и стать гражданином неба. А стать гражданином неба, как мы уже читаем, это через кровь Иисуса Христа. Когда я изучаю вопрос о крови Иисуса Христа, более 18 значений. Крови Иисуса Христа. Это, ну, мы в Пасху, когда будет пасхальные праздники, мы будем об этом, конечно, много говорить, углубляться. И вот я снова возвращаюсь к мысли о спасении. Спасение от чего? Если он спасет людей своих от грехов их, спасение, когда мы говорим спасение от грехов, мы же включаем сюда, Писание включает что-то, вот, то, что люди игнорируют. Писание акцентирует внимание на падшую природу, греховную сущность человека, греховную сущность человека, которая должна быть освобождена, которая должна быть прощена, которая должна быть обновлена, возрождена, если хотите, это природа, для новой жизни. Поэтому вот вопрос спасения, мы, отец наш, которого вы прекрасно знаете, мы часто, так сказать, применяем это, его слог, когда он говорит, можно повременить совсем, что угодно, можно и одно, и другое, и третье, но с вопросом спасения временить и откладывать нельзя, шутить с этим нельзя. Дело в том, что, почему вопрос спасения решается, вопрос не решается только о благоземном. Почему написано, если кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее, мы решаем вопрос спасения, это значит избавление от вечного ада. Ты привел такое выражение, что кто-то там на сковородке и так далее, это вот, знаете, такое, как сказать... Кукруниксы когда-то рисовали, кукруниксы такие. Да, это вот такое человеческое выражение, громкое, если можно сказать. Так вот, избавить от всего этого, греховного, проклятого, несчастного. И мы, христиане, мы сколько получали, я сижу потому здесь, что я исцеленный Богом человек, и исцеленный Богом ни раз, ни два, когда я смотрю, это более десяти раз, я не должен жить. Вот, но это богатство Божье, Божье благословение получаем мы со спасением. Вот почему явился Спаситель мира, который есть... Христос Господь. Христос Господь. Это было первое, второе, что. Такое. И поэтому мы остановились о спасении от греха. Я хотел бы еще остановиться немножко. Пожалуйста. Спасение от греха, это вот эта вот природа наша не имеет права диктовать нам. Я могу быть раздражительным, я могу быть, знаете, жадным. Я как по природе. И когда мы читаем по природе, то по природе мы кто? Чадо гнева. Чадо гнева. Так вот, Христос пришел избавить нас, то есть спасти нас от этого вот чада, вот проклятия и от всего греховного. И обрати внимание, брат Юра, и все мои дорогие друзья, и даже я сказал бы, все человечество, обратите внимание вот на то, что если живете по плоти, то... Умрете. Умрете. Так написано. Так написано, и мы никуда не денемся. Да, может быть, я верующий. Я однажды встретил одного мальчика, и он говорит, а я верующий, даже в церковь хожу. Я говорю, да, а как ты ведешь себя? Где твое поведение? Ты почему? И бесы верующие тоже. И трепещут даже. И даже дрожат или трепещут. К сожалению, бесы даже больше веруют и знают, что есть Бог, чем многие христиане. Да, да, да. И поэтому я хотел бы попросить, друзья, нельзя нам быть только верующими. Надо нам быть верными, преданными людьми. Пожалуйста. И так, если мы говорим, первое это спасает людей своих от грехов их, это первая цель. Первая цель. Первая цель его, как самая начальная первая цель. На следующее, чтобы мне хотелось обратить внимание, я хотел бы, брат Юрий, чтобы... Прочитай, пожалуйста, Луки, вторая глава. Луки, вторая глава. Вот здесь уже вторая глава. Десятый и четырнадцатый стих. Ну, в начале десятый, прочитай один. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Вот вторая. Да. Вторая цель – это подарить человеку радость. Ты в переживании, ты в унынии, у тебя никого нету с родных. Ты как один-единстый, как написано, если люди мечутся, вернее, выражение, если люди мечутся, как пешки. Но ты можешь приобреть друга. И Христос сказал, друзья мои, вот он нас приглашает к себе. А как приятно. Друг президента, друг великого какой-то личности. А это не великая личность, а это величайшая личность планеты, как мы прочитали, спаситель мира. И вот когда мы можем на него облаготиться и отдать ему свою жизнь, это мы получаем великую радость. И от болезни избавления, и от гибели избавления, и от грехов избавления, и от проклятия избавления, и от всяких-всяких зол избавления. Не будь побежден злом, но побеждай зло. Добром. Добром. И когда мы вот в этой находимся работе над собой, почему я обратил внимание, что если живете вот так, как живете, вы не будете работать над собой, надо. И работать над собой надо в том направлении, чтобы доверяться Богу. Это не значит, что я спасен и уже веду себя так, как все люди. Но так не написано. Написано, что апостол Павел в свое время выразился, бедный я человек. И кто избавит меня? Но далее он говорит, живу не я, а живет во мне. Видите, есть такой постулат, так называемая ересь, вот даже христианская ересь, которая говорит, спасен однажды, спасен навеки. Всегда. Это так называемый принцип универсального спасения. То есть руку поднял там где-то когда-то сто лет назад. Да, вот и все. А живешь как хочу, так и ворочу. Вместе с тем Писание говорит со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Совершайте свое спасение. Это не что-то такое поверхностное, это что-то более углубленное. Потому что... И дальше еще есть то, что мы говорим, и есть еще выражение такое. Те, которые христовы, они... Распили. Распили вот эту... Плоть. Внешность со страстями и похотями. Значит, вот тот универсализм, о котором мы напоминали, это значит, спасен раз и навсегда. Это мрачное заблуждение человечества, которое обеспечивает человека апатией, и он не работает над собою. А над собой нужно работать, чтобы понимать, что мы храмы. И здесь должен быть полный порядок, и здесь должно быть Божье присутствие вот в этом направлении. Поэтому я хотел бы, чтобы вот эту радость спасения, о чем мы вначале говорили, что даже если трагедия, мы встретимся. Почему написано, чтобы не скорбили, как прочие? Мы имеем надежду на встречу. Мы имеем надежду на встречу с родными, близкими, друзьями. Мы имеем. Поэтому, чтобы мы не теряли этой надежды и радости. О чем еще радоваться? Радоваться о том, что мы имеем, как мы уже отмечали, вечную жизнь. Прежде всего. Радоваться о том, что мы имеем друга, который никогда не подводит и не спит, и не дремлет. Вот эти важные аспекты. И он же сказал, что радость, которую никто не отнимет. Никто не отнимет. У вас? Да. К сожалению, брат Юрий, никто не отнимает, а мы-то можем отнимать. Можем. Можем терять ее. Можем даже как устраивать какие-то издевательства сами над собой. Кто-то погрузился в наркотики, кто-то погрузился в алкоголизм, кто-то в порнографическое состояние свалился. Разное. Когда в мире человек радуется, его радость относительная. Она может быть относительно чего-то. Если мы говорим о человеке, который радуется, не зная Господа, он может радоваться, то есть выражать свои эмоциональные восторги относительно чего-то. Но, имея жизнь вечную, зная цель своей жизни, христианин, он может иметь абсолютную радость. Совершенную радость. Совершенную радость. Совершенную радость. Это правильное слово. Совершенная радость. Не относительную радость относительно чего-то, кого-то. Вот я чуть-чуть больше имею, чем мой сосед, ну и чуть-чуть больше радости. То есть, но сравнивая себя, сравнивая себя с источником радости и зная источник моей радости, я получаю совершенную радость. Абсолютную или совершенную радость. Это большая разница с тем, от чего радуется, улыбается или смеется человек, не знающий Бога. Да. Потому что человек, не знающий Бога, радуясь в чем-то, имея ограниченный круг или ограниченное направление своей радости. Ограниченное. То ли в материальном, то ли на душевном. Временно, даже это временно, текущее. Вот это я и хотел сказать. Он делает это, он имеет это временно. Мы же смотрим вдаль, мы же смотрим категориями вечности. И это из-за этого, из-за того, что нам даны право, нам, как христианам, дано право знать тайны Царства Небесного. И от этого радость переполняет наши сердца. Продолжайте, брат мой. Брат Юрий, ты такое богатство. Вот я-то сижу уже, старый человек, и думаю, какое богатство. Радость вечной жизни. Разве это можно сравнить с чем-нибудь? Радость тем, понимаете, радость тем, что мы гражданин, я небо. И я когда встречаю детишек, которые разрушили себя, я думаю, какая потеря. Несчастье в этой жизни не в будущем. Человеку 19 лет он ушел из жизни. Поэтому я и стоим мы об этом, и говорим об этом богатстве вечной жизни. Кстати, почему-то так написано, просите. Отныне вы ничего не просите. А теперь просите. Простите, чтобы радость ваша была совершенна. Поэтому пусть Бог благословит. Мы какие-то мгновения останавливаемся о том, что Господь пришел спасти каждого грешника. Останавливаемся о том, что имеет право каждый радоваться. И это мы должны приобретать. Но есть еще более-более богатое состояние, как в моих понятиях, не только для нас, но для стран, для людей. Вот для дальнейшего мышления, брат Юрий, пожалуйста, прочитай 14 стих этой же главы. 14, вторая глава. Слава в вышних Богу и на земле мир, в людях благоволения. Это уже третье. Мы перешли к третьему. Это третье. Да на земле что? Мир. Мир. Где он? Почему его расхищают? Почему уничтожают? Почему воюют? Кто вам дал это? Потому что вот эти действия, брат Юрий, мы понимаем, что есть мир, заключают люди между собой. Есть мир, который мы видим. Наш мир. Есть невидимый мир. Но дело в том, что здесь не говорится ни об одной из этих категорий мира. Здесь имеется в виду мир в сердцах, в жизни, в странах, в домах. И это более-более, знаете, фундаментальное, которое так необходимо. В мире будете иметь скорбь. В мире будете иметь скорбь, но выражаетесь, я победил мир. Побеждать именно то, что есть не миром. И приобретать мир Божий, который... Превыше всякого ума. Когда я рассуждаю об этом, думаю, интересно. И там написано... Так, это 4 глава, 4-6 стих филиппийцев. Там написано, и мир Божий, который превыше всякого ума. Перед этим написано, не заботьтесь ни о чем. Но всегда, не написано сегодня, не написано перед каким-то изображением, а написано, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. И потом говорится, и мир Божий. Значит, для того, чтобы иметь мир в сердце, мир в стране, мир между странами, надо это искать. Об этом нужно молиться. Об этом нужно стоять. Как вы думаете, может ли наступить... Писание об этом, кстати, не говорит. Я знаю ваш ответ. Но может ли наступить совершенный мир на земле? До тех пор, до тех, до каких сатана не связан. Наверное, правильным ответом будет нет. Пока сатана не связан. На тысячу лет он будет связан. Тогда будет мир на земле, отсутствие войн, отсутствие кровопролитий. Когда будет царствование нашего Господа Иисуса Христа, сатана связан. То есть нет вражды, нет ненависти, любовь, мир и взаимопонимание. Даже животные будут иначе питаться. Но до тех пор, до каких пор мы, находясь в теле, желая во дворице у Господа, но пока в теле находимся, до тех пор, до каких в мире все-таки царствует зло, изобилует зло, преобладает зло на всех уровнях, на всех уровнях. И, к сожалению, и к великому прискорбию, умы политических деятелей, они не заняты, они не пленены тем, что вот как Богу угодить, а как вот... Навести что-то, что-то свое. Какое-то манипулировать, манипулировать сознанием людей, массами людей. Я где-то говорил, по-моему, даже в эфире, что мы видим, когда вооруженные конфликты везде, как мы говорим, и на Донбассе где-то, и вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, и конфликты на разных, на многих континентах. По большому счету, когда говорят, ну, настал мир, по большому счету мы видим, что результатом этого так называемого мира является перезаряжение оружия. Это даже не мир, а перемирие, чтобы перезарядить оружие, пороху набить в патроны и с новой силой после этого перемирия, с новой силой ударить по противнику. Но мир Божий, который Бог дает, вот это, о чем Христос говорил, этот настоящий подлинный мир на земле мира, в человеках благоволения, это другой категории мир, это другой, это божественный, святой, праведный мир и достоянный... Подлинный. Подлинный мир, да, да. Подлинный мир. И только та категория людей, та категория людей, та часть людей, которая приняла его, спасителя своего, которая открыта для него, то есть открыта для принятия благой вести, которая принимает его слово, понимает, что такое настоящий мир. Что такое? Что такое настоящий мир. Обратим внимание, что так и написано, как мы уже и говорили, и утверждаем это, написано, что мир Божий, он превыше всякого мышления человеческого, всякого ума. И я хотел бы еще обратить внимание, когда Христос дал ученикам указания, и мы это хорошо помним, когда в какой-то дом зайдете, то говорите мир. Понимаете? Мы носители мира, брат Юрий. Мы есть люди мира. Мы есть люди мирные. Вот. Когда праведник однажды, как выражается и говорит, я мирен. Когда заговорил о них войны. А заговорил уже во зле. Поэтому мы пока на этой земле, мы должны бороться, вот, молитвенно я имею в виду, не нашими физическими, мы должны сражаться за то, чтобы был все же на земле. Вы такую тему подняли. Настолько это сильная, сильная, сильная тема, быть носителями мира. Носителями мира. Я смотрю даже в рамках, может быть, в рамках семьи, в рамках братства, в рамках церкви, в рамках чисто каких-то дружеских взаимоотношений. Есть люди, которые, которые являются носителями. Носителями, да. Да, носителями. А есть люди, которые, вот, что ни слова, то и... Залп. Залп, да. То какой-то всплеск, какого-то огня. То есть, настолько, когда смотришь на... Это, кстати, это, наверное, присуще более зрелым. Это присуще даже писанию. Более зрелым. Присуще. А вот, вместо того, чтобы накалять атмосферу и воспалять вокруг себя круг жизни, он может слушать. Мне кажется, вы такой, брат Володя, в семье. Вы всегда такой. Мне, кстати, говорили об этом. Поэтому, но есть категория людей, которые, которые так и ищут, так и ищут, где бы зацепиться. Кого бы зацепить? Зацепить, подковырнуть, Стыдует, к сожалению. Да, да, да. Я в своей семье, брат Юрий, делаю много разных вещей. И я об этом вот говорю. Но однажды я собрал моих детей и говорю, дети, давайте грезть один одного. Знаешь, как это звучит от такого? Они посмотрели на меня, и я думаю, ну, уже постарел, наверное. Постарел. Вот такое. И я говорю, давайте, а что, если обзывать друг друга, унижать друг друга? И так все на меня посмотрели и говорят, ну, плохо. Я говорю, давайте тогда за хорошо, давайте дружно жить. Ну, да. Вот, поэтому, Юрий, говоря о мире, все люди могут договориться жить дружно. Дружно. Я воспитанник страшных времен. Я говорил об этом, и говорю, что мне был годик и один месяц, когда началась Вторая мировая война. Что этот ребенок, когда мы были в центре войны, это была Гомельская область, Белоруссия, когда шли немцы в одну и в другую сторону, шли через нас. Наши партизаны тоже питались от нас, тому, что обидят кого-то или возьмут у кого-то. Понимаете? Пока не пришло руководство партизанской отряды действующей армии. Поэтому я... Это голод, это нищета, это мама болела, это мы не имели, не имели чем питаться. Я помню, сестричка мне говорит, мама заболела уже три недели лежит, мы голодные ходим. Это не то, что кто-то принесет или пойдет. Никаких магазинов. Никаких морозов были страшных. 30 градусов и так далее. Вода замерзала вот так приблизительно на толщину пальчика, там, где мы спали. Понимаете? Как мы выжили, я не знаю, но я хотел бы сказать, что только в это время вот и сестричка говорит, она говорит, вижу, что мы уже гибнем, она говорит, зашла в уголочек и говорит, господи, папу убили, мама умирает, мы кому нужны, помилуй нас, господь, оставь нам маму. И вот по молитве этой детской Бог оставил маму, и она вырастила нас и дожила до своих внуков. Жив господи. И поэтому действительно жив господи. Вот поэтому мы говорим, что он принес мир, то есть утешение для людей. И если люди вот уничтожают друг друга, поедают друг друга, я так смотрю, ведь война закончилась с примирением, как ты говорил. Заключили какой-то мир, мир то мир, а стена то была берлинская, понимаете? А разделение то было, а гибели то было. А вы вспомните, что в почете, в уважении был человек с ружом. Да. Человек с ружом, воинственный человек. Да. Знаете что? Это в тему. Неделю назад я прочитал в новостях, в России в 2016 году было куплено 400 тысяч битов. 400 тысяч. Вот для зрителей, которые не знают, что такое, мне одну подарили, прислали с того берега. Зайдите, пожалуйста, в мой офис, а ну-ка зайдите, и она с левой стороны здесь, да, вот с левой стороны, здесь возьми, пожалуйста, сейчас молодой человек принесет, я покажу, что такое бита. было куплено 400 тысяч, в магазинах было куплено 400 тысяч битов. Черная там, она с левой стороны, посмотрите, пожалуйста, прям как только заходишь, нашел, да, во-во-во, да, вот так, да-да-да, вот спасибо, да-да-да, вот это вот называется бита, это бейсбольная бита, бейсбольная. Это мне подарили, прислали для Импак ТВ я не играю в это, это с Пельсильвании наш аплинг, который 400 тысяч купили. 400 тысяч купили. А сколько одна стоит? Мы посчитанули, сколько денег ушло на вот эти. столько денег. А так, я вам приложу толкование, и мораль, и басни, я объясню, какова. Так вот, 400 тысяч, но для этой биты нужен мячик, потому что это предназначено для мячика. Я не планировал это в прямом эфире, но вот так в тему пошло. И знаете, сколько мячиков купили? Напрашивается закономерный, закономерный ответ. 400 тысяч мячиков. Ну, чтобы мячики... Они шпачечками продаются по 5 штук, это, знаешь, еще на 5 надо. Был продан один шарик. Я слышу тишину не только здесь, но тишину я слышу также у экранов телевизоров в наших домах. А знаете, почему? Знаете, почему был только один шарик продан? Люди покупали биты не с тем, чтобы в спортивные игры играть и укреплять свой организм, а с тем, чтобы бить или защищаться. Я не с тем, чтобы бросить тень на Россию. Это статистика, это я не из головы взял. 400 тысяч было продано битов и один шарик всего. То есть покупали россияне по Украине не знаю, может и в Украине в Белоруссии, может и где-то в других местах. Но статистика на прошлой неделе меня поразила. Для чего? Для того, чтобы бить или нападать или защищаться или я не знаю, что делать. Так вот, мы говорим о мире, настоящем мире. Я знаю, вы тоже удивлены, правда? Ну, конечно. 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 Поэтому, но вот эта вот сущность человека, мы и начинали с этого. Мы начинали, что это сущность, греховная сущность человека. Но Бог, Он дает совершенно другую природу. У тебя, у тебя рука не поднимется на другого человека. А если поднимется рука, так возложат руку на больных и они будут здоровы. Только так должна подниматься рука друг на друга. Но сограни Господь, если рука поднимается или на жену, ну, на ребенка, написано, по заднему месту разрешается, ничего страшного. Но кто-то вы разрешили, не кто-то, а вообще мы преподаватели. Даже это не рекомендуете, да? Рекомендуется рукой никогда не наказывать, потому что рука должна благословляться. Совершенно верно. Ну, розыгры. Не по этому месту. Совершенно верно. Совершенно верно. А почему поэтому... Ну, если слегка по мягкому месту, там чуть-чуть можно... Ну, это уже как шлепок и награды. Видите, и действительно, вот то, о чем мы говорим, рука не поднимется, уста в гневне не откроются, потому что Бог в тебе, потому что Дух Святой в тебе, потому что Слово Его в тебе, потому что ты знаешь истину. Поэтому действительно... Ну, а в человеках благоволение. Если так мы в третью пошли. Я еще хочу немножко о мире поговорить. Юрий. Когда я говорил о войне и страшных моментах в моей жизни, как иногда я говорю, я прожил проклятую жизнь, потому что я не видел ни отца, ни голода, ни щита. Мама болела все время, и поэтому... но я вот о чем хотел именно остановиться или коснуться. В конце концов заключили мир. Между ГДР или Германией, или ФРГ, и между Россией был заключен мир. Так вот, а вообще-то погибших было, было, я не думаю, что меньше 20 миллионов. Миллионов, да. Вот. Но мое вот предложение какое. Я знаю, что каждая война это гибель человечества, каждая война это сироты и вдовы, каждая война это уничтожение, и в конце концов любая война заканчивается каким-то миром. так не стоит ли сесть к главам? Говорят, что перенаселение человечества. Вот. И один из ученых сказал так, что если бы на планете вместо деревьев декоративных были посажены плодовые деревья, то не было бы голод. Вот. Я так смотрю и думаю, вообще-то это вот неплохо. Я, брат Юрий, вот к этому и клоню. И Украина, и Белоруссия, и Молдова, и все люди ищите мира. Все. И этот мир только во Христе Иисусе. Я хотел бы еще о благоволении. Вот. Мы не планировали сегодня, но благое воление, благая воля, вот, благое состояние расположения Бога принес нам благо, доброту, спасение. Благо, оно и включает в эти все цели. И спасение от грехов, и исцеление, о котором мы говорили, и освобождение от проклятия, и освобождение от того, чтобы люди не имели печали, а имели великую радость, и чтобы имели в себе мир. имейте в себе мир. Это целый букет. Это целый благоволение. Если Бог приходит в жизнь и в сердце человека, он приносит букет красоты. Его не приходит чуть-чуть. Если мы принимаем истинного Бога, если мы не религию принимаем, ежесиний, не бессиний. Юр, извини, пожалуйста, христианство это никогда не было. Совершенно верно. Христианство это общение с живым Богом. Поэтому Бога не приходит чуть-чуть. Мы не принимаем чуть-чуть Бога. Мы принимаем Бога много. Вот почему даже Писание поощряет нас. Слово Божие довселяется в вас много. Там обильно написано. Много должно быть Слово Божие. Почему? Потому что в нас много Бога. В нас очень много Бога. Почему? Если в хижине моей телесной он храм воздвигнуть пожелал, то есть я являюсь храмом живущего, его много во мне. Ну так или нет? Или чуть-чуть? Или где-то он на задворке? Или он на пьедестале? Или он на престоле сердца? Брат Юрий, ты ж подтвердишь это. Не меры он дает. Не меры он. Понимаете, у него меры нет. Получай. Получай. Поэтому важно именно это Божье благословение получить и не только получить, а жить в нем. А жить в нем. Брат Юрий, позволите ли будет еще время? Или позволит у нас время? Я бы хотел обратить внимание всех, кто воспитывает детей, и кто воспитывает не только детей, а и человечество, обратить внимание на четыре фактора или четыре ступени воспитания. Для этого возьми, прочитай, пожалуйста, Луки, прочитай сороковой и сорок первый стих этой же главы. Второй главы. Второй главы. Сороковой, да? Да. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрость, и благодать Божья была на нем. Обратите внимание. И, брат Юрий, прочитай еще пятьдесят первый и пятьдесят второй. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви и у Бога и у людей. Вот повтори, пожалуйста, в премудрости дальше. В премудрости и возрасте и в возрасте и в любви и в любви и у Бога и в любви. Вот. Я, друзья, знаю, что преподаватели это знают, но, тем не менее, когда мы обучаем преподавателей, то я обращаю на это внимание, у меня даже есть схема вот этого воспитания. Итак, прежде всего, он в премудрости, это он духовная был личность. И когда он был еще недостаточно, знаете, как взрослый, как это мы понимаем, а он учил и удивлялись, как это так. Как приятно, когда мы удивляемся, когда ребенок имеет мудрость. Один ребенок сказал, сказал так, сказали, вот, я люблю пищу, а он сказал, люби папу, а не пищу. понимаете, вот такой умницей ребенок. Поэтому Христос возрастал духовно. Родители, если мы не воспитываем детей духовно, они не могут развиваться нормально. А разве компьютер не воспитает? Не компьютер. Фейсбук не воспитает? Никогда. Компьютер, это иногда говорят сосочка заблуждения, вот, родители дают, чтобы ребенок, ну, как пустышка, да, чтобы, ну, отвлежься. Следующее, в возрасте он развивался физически. Когда я смотрю на ребят, которые не развиваются физически, они имеют женственное тело. Точно. Вот, понимаете, это, и эти ребята очень склонны, и мальчики, и девочки очень склонны. Любое физическое воспитание человека, его централизирует его систему для активной деятельности. Люди, занимающиеся спортом, не так быстро склонятся к наркотикам. Они имеют цель. Обратите внимание, чтобы выступить на Олимпиаде, надо готовиться не год, не два, и не 10 лет, а с детства готовиться, с трех лет готовиться до уровня профессионализма. Поэтому я занимался сам, и занимаюсь, и буду заниматься, потому, что это физическое состояние делает человека способным. Если ты сильный, помолишься лучше. Конечно. То есть, другим словом, что вы считаете, что родители не должны пренебрегать этим, да? Не то, что пренебрегать, а должны помогать ребеночку, должны помогать где-то с ним и поиграться, и побегать, и полазить, и все, чтобы он развивался. То есть, на примере того, как младенец, о котором мы говорим... Рос! Да, Рос! Моя жена, она сама медик, так она говорит, иди сюда. Она взяла две ножки, сложила, о, говорит, одинаково, и нормально развивается. Понимаете, так мы же... Ребенок не растет, мы же бьем тревогу. А если точно так же и духовно, точно так и физически. Следующее, брат Юрий, он был в любви где? У Бога, У Бога. Вот. В любви у Бога это значит, что у него была интеллектуальность, у него была нежность, он был услышан за свое благовение, у него было отношение вот этих вот настоящих чувств. Поэтому иногда люди имеют заблужденность, тот, что вырастет, поймет. Вырастет, он уже вырастет. Три года заканчивается воспитательный процесс и дальше Сухомлинский и Макаренко, известнейшие педагоги России в свое время, они сказали, что после трех лет уже начинается перевоспитание и оно не всегда получается. А какие показатели, откуда показатели могли быть? Каковы показатели, внешние показатели? Написано, что он был в любви и у Бога. Есть же какие-то показатели со стороны. А мы уже отметили, Юра, что он благовенно относился, то есть у него была душа. То есть что-то было у Иисуса Христа со своим отцом, что окружающие глядя, и Лука заметил, написал, что этот ребенок в любви у Бога. Есть же внешние показатели. И, брат Юрий, я проходил некоторые процессы МХК, Мировой художественной культуры, и я, когда учил в своем классе, я однажды говорю, преподавал этику, я говорю, дети, вы скажите, а кто папу или маму целует, когда идут и говорители спокойной ночи, приятного сна, мамочка, папочка. Я удивился, что дети этого не знают. Что вы говорите? Понимаете? И только поднял три или пять человек руку. Я маму стараюсь всегда целоваться. От отца меньше, а мама... Надо нам и объяснять людям, что нужно всегда. Понимаете? Когда я стал преподавать, подходят ко мне родители, вы знаете, дети нежненькие стали. Видите. А вы где? А вы, родители, где? Почему вы не закладываете ребеночку нежность, чувство, приятность и все такое? Поэтому интеллектуально это значит богатство внутренней его культуры и внутреннего его состояния. А следующая в любви у Бога... И у людей. И у людей. У человека, у людей. Оно должно быть. Не, так не то, что должно, а необходимо. Необходимо. Я в обществе, я любимый в обществе. Ну да. Меня уважают в обществе, не за то уважают, что я там как-то буйника, уважают за то, что я внимательно отношусь и так далее. Культурный, вежливый, культурный. Есть же составляющая чисто культурология, если так называть. Поэтому, вы знаете, осталось несколько минут мне подсказывать. Но главное, что мы немножечко уже подошли к финишу. И даже на примере Иисуса Христа рожденного мы показали все-таки, что есть даже... Четыре ступени воспитания. Духовная, физическая, интеллектуальная и социальная. Социальная это поведение человека в обществе. Брат Володя, мы совершим молитву. Я попрошу вас совершить молитву, благословить и на год грядущий, и на эти праздничные дни. Пусть столы будут богаты и духовно, и материально во имя Иисуса Христа, нашего народа. Пожалуйста. Вечный, сильный Господь, благословенна власть Твоя и могущество Твоем. Благословенны действия Твои. И Ты сказал, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Укрепи всех уповающих на Тебя могуществом Твоей силы. На разумную жизнь, на разумное служение. Господи, на разумное поведение в домах. Господи, я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, Твоим благословением, Господь, наши страны. Господи, пусть этот год будет годом разумных побед во Христе и Иисусе и разумной жизни. Господи, чтобы войны не делались сиротками, Господь мой, всемогущих детей, чтобы не были вдовы. Господи, мы благословляем Твоим именем на благословение Твое, которое обогащает и не несет с собою печали. Благослови нашу стонущую от проклятия и грехов землю. Мы знаем, что мир лежит во зле, но мы приняли Твою любовь и Твою любовь отдаем и несем в человечество. Господи, благослови, да будет мир на всей земле во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Брат Володя, огромное спасибо. Господь, да благослови. Большой привет вашей возлюбленной сестре Вере, вашему родству, вашим детям и внукам. И также снова и снова, друзья, радуйтесь. Господи, еще раз вам говорю, радуйтесь, так Писание говорит. Мира вам радости, любви, взаимопонимания, уважения, любви к Богу и к людям во имя Иисуса. Мы любим вас, Иисус Христос, также любим вас. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова